Раннее утро. Перекрёсток в ближнем Засвияжье. Рядом детский сад, чуть подальше две школы. Инспекторы останавливают практически каждую машину. В половине из них есть дети. В этом автомобиле всё в порядке. Ребёнок в автокресле надёжно пристёгнут ремнём. Скажите, пожалуйста, а почему вы ребёнка так перевозите в автокресле? А как же? Ну как бы по закону это положено. Только по закону? Это безопасно. Нет, это безопасно очень. Как бы на этом мере ребёнок бултыхается. А здесь он фиксирован крепко. Совсем другая ситуация в следующей машине. Задние сидения загружены вещами. На оставшемся месте женщина и двое ребятишек. Здравствуйте. А почему вы таким образом перевозите детей? Сейчас. Детский сад везете? А вы знаете, каким образом ребёнок должен перевозить в соответствии с правилами дорожного движения? Профилактический рейд автокресла ГИБДД проводит традиционно. К сожалению, показатели не всегда радуют. За четыре месяца текущего года выявлено 616 нарушений, связанные с нарушением правил перевозки несовершеннолетних в салоне автомобилей. 57 нарушений выявлены в ходе проведения массовых профилактических мероприятий. Большинство родителей ратуют за безопасность. Особо активные в качестве родительского патруля принимают участие в профилактических мероприятиях. Для безопасности, во-первых, ребёнка, для безопасности родителей. Это очень важно. Конечно, перевозить ребёнка нужно только в кресле. Это очень важно. Безопасность вообще детей очень важна для родителей. Я считаю, что это обязательно нужно. Цена вопроса от двух до трёх тысяч рублей. Именно столько в среднем стоит стандартное удерживающее устройство. Штраф за его отсутствие такой же – три тысячи. Но стоит ли экономить, если разговор идёт о безопасности ребёнка? Мария Пугачёва, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.